Собственники жилого комплекса Новый Акервиль в деревне Кудрово уже второй раз за несколько лет вынуждены отстаивать парк, расположенный рядом с домами. Представители местной администрации провели для жителей публичные слушания. Взаимопонимания, впрочем, добиться не удалось. Даже несмотря на наглядность изложения своей позиции, идеологов видоизменения парка люди слушать не стали. Здесь была бледно-зелёная рекреация, здесь осталась на той стороне такая же бледно-зелёная, а здесь зона чуть-чуть поменяла оттенок. Ничего. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот мальчик, он не хочет, он не хочет гулять. Какая-то на роликах два раза в день, вот мы не хотим ничему. Причиной спора стала парковая зона площадью примерно 5 гектаров. Даже в будние дни здесь достаточно людно. Многие приходят сюда из соседних микрорайонов. Дарья Асташева с семьёй переехала в новую квартиру меньше года назад, но к парку уже очень привыкла. Внутри дворов гулять ведь практически негде. Территория застроена очень плотно, большое количество автомобилей, всё припарковано настолько плотно, что гулять опасно, покататься на велосипедах негде. А здесь вот сейчас будня, а выходной день, ведь здесь катаются на самокатах, велосипедах, здесь тренируются дети. В Заневской администрации отказываются понимать реакцию агрессивно настроенных людей. Намерения у чиновников самые благие. На месте парка, по их задумке, можно построить бесплатный физкультурно-оздоровительный комплекс и сцену для развлекательных мероприятий. На сегодняшний день это фактически не парк. Это просто поле, на котором посажены зелёные насаждения. Да, сделаны дорожки, там организованы какие-то спортивные, возможность каких-то занятий спортом. Ну, это как там катание на роликах, ходьба там с палками, катание на велосипеде. Не более того. Негодующие люди, хоть и не против спорта, но считают, что таких объектов вместо парка им не нужно. Тем более, что рядом есть фитнес-клуб с хоккейной коробкой и бассейном. Парковая зона вблизи жилого комплекса для многих собственников стала чуть ли не основной причиной покупки квартиры именно здесь. На этапе возведения многоэтажек людей заверяли, что зелёная территория неприкосновенна, а вид из окон никогда не будет испорчен беспорядочной застройкой. Три года назад активисты жилого комплекса добились отмены строительства на территории парка православного храмового комплекса. К нынешнему противостоянию они уже подготовились. Собрали почти 1200 подписей за сохранение своей зоны отдыха. Если посмотреть на новую карту, если изменения будут приняты как есть, у нас останется только водоохранная зона вдоль речки 15 метров. И всё. Вот как хотите, так и гуляйте здесь, ребят. Вот вам полно места. Сейчас люди ждут протокола публичных слушаний. После его изучения станет понятно, как действовать дальше. В любом случае сдаваться жители окрестностей не собираются, а некоторые уже готовятся к судебным тяжбам. Александр Иванов, Константин Верёвкин. Последнее известие. Деревня Кудрово. Всеволожский район.